В последнее время частые проблемы стали проблемы с вычатом в играх. Сегодня разберём, что делать, если в Allround не работает голосовой чат, либо не слышите союзников. В видео будут показаны все возможные способы, и они всегда будут актуальными. После выполнения каждого пункта перезагружайте компьютер и проверяйте, решилась ли проблема. В видео также есть тайм-коды, так что если вам нужно что-то определённое, можете выбрать из описания. Перейдём к настройке звука Windows. Сначала будет два способа решения, если вы слышите союзников, при этом вас нет. Сначала проверим, правильно ли выбранное устройство. Открываем параметры звука, переходим в панель управления звука, и там выбираем свои наушники и микрофон, как устройство по умолчанию. И для воспроизведения, и для записи. После этого заходим в свойства каждого устройства, открываем вкладку дополнительный и отключаем пункт про монопольный режим. Сделайте нужное это и для наушников, и для микрофона. После проверим работу микрофона. Перейдите в настройки звука, выберите свой микрофон и начните проверку громкости. Если вас слышно на 50% и более, с ним всё в порядке. Если нет, сверху справа появится видео о настройке микрофона. Теперь для продолжения начнём с чистой загрузки винда. Это нужно, чтобы исключить конфликты с другими программами. Открываем конфигурацию системы, скрываем службы Microsoft и отключаем остальные. Потом заходим в автозагрузку и выключаем все включенные программы. При этом Vanguard не отключаем. Перезагружаем компьютер. Если у вас установлен сторонний антивирус, он может блокировать голосовой чат. Лучше временно его удалить, а не просто отключать через трейк. Потом при необходимости поставить обратно. Исправляем интернет, DNS и IPv6. Иногда голосовой чат не работает из-за настройки сети, поэтому поменяем DNS. Как попасть в DNS в Windows 11? Открываем пуск, вводим панель управления. Переходим в сеть и интернет, центр управления сетями и общим доступом. Слева выбираем изменение параметров адаптера. Правой кнопкой жмём по своему подключению, свойства. Открываем свойства IPv4 и там можно вручную поставить DNS. Рекомендую DNS от Cloudflare, он показан на видео. Тут же можно отключить IPv6, иногда это помогает. В списке компонентов сети просто снимаем галочку с IPv6, нажимаем ОК и перезагружаемся. После этого дополнительно сбросим сетевые настройки на компьютере следующим образом. Перейдите в пуск, запустите командную строку от администратора. В открывшемся приложении поочередно введите каждую команду и нажмите клавишу вентра. Все команды будут оставлены в описании. Проверяем порты и роутер. Некоторые роутеры могут блокировать нужный трафик. Если умеешь заходить в настройки своего роутера, открой такие порты. Если в этом не разбираешься, просто напиши своему провайдеру, они помогут настроиться за пару минут. Чтобы проверить виноват ли роутер, подключите интернет через кабель, при этом роутер отключите. Или попробуйте раздачу с телефона. Если чат заработал, значит проблема точно в роутере. Теперь запускаем игру. В разделе аудио проверяем, что в устройствах ввода и вывода выбраны именно твои устройства, а не по умолчанию. Входящая громкость и громкость микрофона минимум 50%. Чувствительность микрофона на нуле. Групповой и командный чат включены. Во вкладке голосовой чат включаем оба пункта группового чата. Эти же параметры нужно включить в лобби выбора агента. Если ничего не помогло, попробуйте сменить игровой сервер. Например, 100 гол вместо франкфурта или наоборот. Выключить программу для снижения пинга вроде гирапа или эксит лага. И проверить голосовый чат в игре на другом аккаунте. Иногда проблем бывает именно в учетной записи. Такое случается редко, но бывает. В таком случае необходимо писать поддержку. Я рассказал о всех возможных способах решения проблемы. Эти способы также указывают поддержкой игры. Поэтому если проблема не решилась, голосовый чат блокирует ваш провайдер.